Виктор Храпнов, бывший Аким Алматы и член правительства, опровергает заявление казахстанской финансовой полиции. Последние сообщили об аресте активов семьи господина Храпнова в Швейцарии. По словам бывшего чиновника, выходит, что банкинских счетов в швейцарских банках у него нет и не было. Эти слова напрямую адресованы руководству Казахстана. Хочу обрадовать Назарбаева и его людей, что у меня лично ничего никогда не арестовывалось, поскольку не было у меня ни одного личного счета в Швейцарии, ни в одном банке. У меня не было никакой недвижимости, не было никаких активов и нет на сегодняшний день. Поэтому пусть они порадуются, что мои несуществующие счета и активы арестованы в Швейцарской конфедерации и пусть получат соответствующее удовлетворение и удовольствие. На брифинге в Астане представители агентства финансовой полиции, напротив, поведали, что счета в Швейцарии есть арестованы до установления законности их происхождения. По данным финансовой полиции, прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование по факту отмывания денежных средств. Виктор Храпнов не отрицает факт расследования. Это, по его словам, не мешает ему свободно передвигаться по конфедерации. Брифинг финансовой полиции бывший высокопоставленный чиновник связывает с арестом в соседней Франции Мухтара Аблязова. Я думаю, что активизация сейчас по отношению лично ко мне, к членам моей семьи, наверное, появилась не зря. В той статье, где я четко говорю о том, что уважаемый Мухтар Аблязов является политическим узником сегодняшнего дня, 21 века, в котором я говорю о том, что Назарбаев, по моим подсчетам, они основываются на конкретной информации здесь, в Европе, соответствующих компетентных органов, что капитал только Назарбаева сегодня оценивается в Европе около 50 миллиардов долларов. Швейцарию господин Храпнов эмигрировал пять лет назад. В Казахстане в отношении экс-акима возбуждено два десятка уголовных дел. Сегодня разыскиваемый казахстанскими властями Виктор Храпнов позиционирует себя как противник политического режима Нурсултана Назарбаева. В последнее время это особенно заметно.